Здравствуйте, меня зовут Татьяна Баранова. Я эксперт по современному этикету и деловому протоколу. Член Национальной ассоциации специалистов по протоколу, член Ассоциации спикеров СНГ. Я являюсь также основателем своего собственного проекта про этикет. В современном мире существует помимо нашей обычной физической, так сказать, репутации, еще и цифровая. Что такое цифровая репутация и цифровой имидж? Это очень интересный вопрос, потому что сейчас этот цифровой имидж, как правило, формируется из того, что о нас можно найти в интернете. Как это работает на практике? Например, если человек трудоустраивается куда-то, потенциальный работодатель, помимо того, что, безусловно, он смотрит на его резюме, с большой долей вероятности пойдет смотреть, что в интернете есть на этого потенциального сотрудника. Какая информация появилась еще о нем в интернете? Будет замечено и то, как ведет человек в социальные сети, и то, какие комментарии он, возможно, где-то оставлял, или вообще, кто о нем писал какие-то отзывы, если это человек, который, например, предоставляет определенные услуги. Это все составляет наш цифровой имидж. Раньше о таком цифровом имидже особенно не думали. Не казалось это важным. Но сейчас цифровой имидж стал очень сильно влиять на нашу физическую повседневную жизнь. Ну, например, возможно, вы уже слышали историю, когда учительница из Барнаула в какой-то момент опубликовала у себя в своих личных социальных сетях, по-моему, ВКонтакте, фотографию, на которой она изображена в закрытом спортивном купальнике на фоне проруби. В этот момент она выиграла соревнования по морожеванию. Она запечатлена с медалями, с грамотами. И эта фотография, которая появилась на ее странице, вдруг попалась на глаза матери одного из учеников вот этой, собственно, учительницы. Женщина пошла к директору школы и попросила уволить учителя, потому что его поведение, поведение этой женщины не соответствовало высокому статусу преподавателя. Именно так и произошло. К чему я привожу этот пример? Когда мы говорим о том, что цифровой имидж не так важен, возможно, мы его недооцениваем. Человек, конкретная учительница из Барнаула, и я уверена, что такие ситуации, наверное, еще где-то повторяются, потерял работу. Человек был уволен, потому что на своей личной странице опубликовал некую спорную фотографию. Не факт, что действительно такое решение руководства было адекватным ситуацией. Здесь можно уже обсуждать и по-разному подходить к решению такого вопроса, можно находить и за, и против, но факт остается фактом. Цифровой имидж имеет очень серьезное значение. Любопытно, что цифровой имидж имеет серьезное значение не только для конкретного одного человека, для одного индивидуума, но и в целом для всей организации тоже. Например, когда мы говорим о том, что сотрудник какой-то компании вдруг решил опубликовать где-то в социальных сетях некую информацию очень неоднозначного характера. Интересно, что это даже могут быть не официальные социальные сети всей организации, это может быть какой-то личный аккаунт. Я хочу привести еще один пример, мне кажется, он очень наглядный. Здесь у нас, в Москве это было, когда пиар-директор, бывшая уже на данный момент, опубликовала на своей личной странице в Фейсбуке, еще раз, не корпоративная страница, личная, определенный пост, ну скажем так, сомнительного содержания. Так или иначе, содержание этого поста вызвало определенное негодование у подписчиков. Люди стали писать комментарии к этому посту на тему того, что, мол, не нравится нам то, что вы пишете, или, возможно, выражали свое несогласие каким-то образом. Я хочу акцентировать внимание на то, что женщина опубликовала свой пост поздно ночью. Утром следующего дня уже максимально много комментариев было к этому посту. Владелица этой страницы и автор, собственно, поста начала отвечать тем, кто писал недовольные комментарии. Мне не очень важно ваше мнение, если вам не нравится, можете уходить. И это было в гораздо более жесткой форме оформлено. Уже днем следующего дня эта информация стала доступна некоторым СМИ. СМИ стали публиковать, что вот человек, занимающий такую позицию в такой серьезной кампании, опубликовал пост сомнительного содержания, еще и отвечает определенным образом на комментарии. Днем, опять же, этого же дня, это все происходило в рамках одних суток, стали появляться достаточно резкие призывы бойкотировать всю сеть, причем это делали достаточно серьезные люди, это делало бизнес-сообщество, а не просто единичные покупатели. Вечером этого дня решили каким-то образом высказать свою точку зрения, и они выпустили небольшой пресс-релиз о том, что мы не запрещаем нашим сотрудникам высказывать свою точку зрения, мы считаем, что в своих личных социальных сетях наши сотрудники могут писать то, что считают нужным, и это не относится ко всей организации в целом. Компания не разделяет ту точку зрения, которую высказал конкретный человек на своей личной странице. Это заявление породило еще большее негодование в обществе. Люди были потрясены, и они стали возмущаться. Весь скандал, наконец, дошел до французского головного офиса. Утром следующего дня женщина, которая, собственно, опубликовала этот пост, уже не являлась пиар-директором. При этом сама организация понесла колоссальные репутационные убытки. Ущерб был очень серьезный вот с этой репутационной точки зрения, потому что имя, доброе имя этой организации склоняли постоянно и всюду. В каждом СМИ появилась информация о том, что вот сотрудник вот этой прекрасной компании позволил себе публикацию такого-то поста, так еще отвечал на комментарии и так далее. Поэтому для любого работодателя очень важно помнить, что крайне желательно своим сотрудникам в современном мире рассказать о том, что, возможно, есть некоторые правила, которых стоит придерживаться, когда вы что-то публикуете у себя в социальных сетях, ну или где-то вообще на просторах сети интернет. Как только мы создаем, может быть, это кодекс, может быть, это просто свод каких-то общих хотя бы правил, людям становится немножко проще понимать ответственность, которую они, по идее, несут в тот момент, когда что-то публикуют. Потому что, еще раз, очень важно донести до каждого сотрудника, что ответственность не всегда личная, она бывает еще и корпоративная. Вся организация, как работодатель, может понести определенные репутационные убытки после того, когда только один сотрудник организации вдруг где-то в какой-то момент что-то опубликовал или даже не обязательно опубликовал, а прокомментировал чужой пост каким-то определенным образом. Поверьте, таких случаев бывает очень много, когда люди делают скриншот такого комментария и, опять же, придают ему много значения, об этом много говорят, и говорят о том, что представитель такой-то компании позволяет себе на других страницах других пользователей оставлять такие комментарии, посмотрите, обратите внимание. Таких ситуаций достаточно много происходит. Как правило, заканчиваются они примерно одинаковым образом. Работодатель публично увольняет этого сотрудника, который поступил не совсем корректно, приносит извинения, и, опять же, это определенный репутационный ущерб всей организации в целом. Вся организация извиняется, а не только конкретный один человек. Поэтому, когда мы что-то публикуем, когда мы что-то пишем, что-то комментируем, и все это появляется в интернете, мы всегда должны отдавать себе отчет, что в интернете это останется навсегда, оно никогда оттуда не исчезнет. Даже если мы это удалим, всегда есть вероятность, что кто-то сделал скриншот или каким-то образом по необходимости потом восстановит даже удаленную информацию. Поэтому к публикациям в интернете крайне желательно относиться с максимальной ответственностью и рассказать об этой ответственности своим сотрудникам. Очень много ситуаций было, когда сотрудники публиковали некие посты с фотографиями с работы, куда попадали, например, в кадр важные секретные документы, которые никак не планировалось, например, в публичный доступ выкладывать. Человек сфотографировался сам на фоне рабочего места, туда попали, к большому сожалению, какие-то важные документы или даже люди, которые не хотели публичности. И все, опять же, ущерб у всей компании. Конкретный человек скажет, извините, я не хотел, но убытки иногда бывают колоссальными для всей организации в целом. Поэтому все, что является сейчас вот этим цифровым пространством, должно иметь серьезное значение. Мы должны помнить об этом, помнить о том, что фактически каждый человек представляет собой одно маленькое небольшое СМИ. Каждый человек, публикуя что-то, сейчас эту информацию может транслировать как на 10 человек, так и на 10 миллионов, а то и миллиардов. Очень быстро разносится информация и распространяется в современном мире. Будьте, пожалуйста, внимательны со своими социальными сетями, доносите эту информацию до своих сотрудников, и пускай ваша репутация всегда остается на самом высоком уровне. Всего вам хорошего, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok